Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие. Вы знаете, меня зовут Казёнов Александр Сергеевич. Тема нашего занятия – политика и политическая концепция марксизма. Тема эта читается уже не первый год, и каждый год она читается немножко по-новому, по-другому. Я думаю, что и сегодня некоторые темы я уже не буду поднимать, они есть в прошлых лекциях. Посмотрите, почитаете, и, я думаю, получите хорошее такое понимание политической теории марксизма. Но не в том плане, что вы тут будете политиками, что всё там, значит, ясно, все закололки изучены, а в том смысле, что есть основа для понимания – основные понятия, их связи, основания, сущности, идеи, распределения политические и так далее. Что позволит при анализе политической жизни, политической ситуации, своей деятельности какой-то этого рода? А вы можете давать довольно глубокую оценку и ориентироваться на неё, других людей понимать, политические силы понимать. Ну и вообще быть подкованными людьми. Кто будет продолжать углубляться в эту тему, в эту проблематику? Ну а кто не будет углубляться? Он останется при этих хотя бы, значит, общих понятиях. Но, заметьте, что мы здесь делаем упор на понятия, на понятия их определения, предостерегая, что определение понятий – это только начало. Вот если мы о чём-то говорим, сначала нужно выяснить, о том лишь же самом мы говорим. Одно и то же ли мы понятия рассматриваем, потому что один про Фому, другой – про Ерёму. Потом не понимают, значит, о чём они говорят и к чему они приходят. Поэтому понятие – это очень важно, принципиально важно, но это только начало. В этом смысле нужно, по большому счёту, пройти весь путь от понятия до теории. Теория – это и есть развернутое понятие. Значит, политическая теория – что такое? Это вот такое развернутое понятие. Система понятий, жёстко связанных друг с другом в нашей традиции. В нашей имеется в виду традиция, которая идёт от Платона и Аристотеля через Бекона и Гоббса, Гегеля, Маркса, Ленина, ну и вот нас. Потому что есть другие традиции – религиозные, ещё там какие-то. Ну а по большому счёту, значит, существует две такие традиции. Одна традиция исходит из того, что политика – это всё-таки деятельность масс, народов, классов, наций. Масса. Политику делают люди, и такие большие группы людей. И мы считаем, что да, политику делают масс. Скажем, вот у Плеханова есть специально такие статьи «Роль личности и масса в истории», где Плеханов показывает, что личность, она находится массами, когда массам такие личности нужны. И наоборот, другая позиция, она исходит из какого-то субъекта, из единичности, случайности. Шут, нашёлся талантливый человек. Шут, есть такие талантливые политики, талантливые военные военачальники. История – это и есть история политиков и военачальников. Иногда они встречаются в одном лице, как вот Бонапарт. Но повезло французам, вот у них нашёлся Бонапарт. А вот у нас не повезло, вот нашёлся Сталин. Вот, не соображая, что Бонапарт утопил в крови Европу. Завоевал массу стран европейских, усадил своих родственников королями. В России войну начал и закончил. Вот. Ну и эту традицию продолжали и наши мерзавцы и предатели, таких как Горбачёв, Яковлев. Они долго пропагандировали нарочно, специально, этот тезис. И вы его слышали наверняка. Политика – это искусство возможного. Что такое политика? А это искусство возможного. Вот возможно было Горбачёва заключить там договор по ракетам средней и меньшей дальности. Вот он и заключил. Молодец. А может, и невозможно было. А вот он и заключил. Хотя это ровно такая же глупость, как противоположный тезис. Политика искусства невозможного. Вот невозможно было заключить. А Горбачёв всё-таки заключил. На самом деле это обман трудящихся. И это работа на себя. Это они внушают, что мы такие люди с возможностями, а там всякие без возможностей. Вот они там катятся в хвосте стариков, консерваторов, ещё кого-то. А мы тут такие люди талантливые. Везучие, везунчики и так далее. Хотя вот Микрил Васильевич-то был. Я ему где-то году 87 он сказал, что Горбачёв проходит те ступени, которые прошёл Рущёв в два с половиной раза, в два раза быстрее. Стало быть, карьера её будет в два раза короче. И в 1991 году он сам сбежал. Сам сбежал. Понял, что всё, все возможности он использовал. Таких возможностей больше нету. Так же и Ельцин сам сбежал. Понял, что дальше ехать некуда. Дадут табакеркой по голове, как Павлу Первому. Но, к сожалению, в советское время таких политиков не нашлось. Так что политика – дело сложное, серьёзное. И начинается она с понятий, с теоретического образа. Для нас идеал теоретический – это вот Аристотель. Поэтому отталкиваться, я думаю, что надо от Аристотеля. Но отталкиваться только. Почему-то, что всё-таки прошло почти две с половиной тысячи лет. Он знакомлен большой. Так что есть чему поучиться и у других товарищей, кроме Аристотеля. Так, по-вашему-то, политика – это что такое? Политика – это борьба классов за завоевание государственной власти и реализацию своих классовых интересных. Да, вот приятно поговорить. Уже приходят люди грамотные и всё равно идут ещё учиться чему-то. Думают, что, может, тут что-нибудь узнают новенького. Ну, и как бы грех вроде не отозваться на такой запрос. Да, конечно, можно и так сказать, вполне. Но я бы всё-таки хотел сказать и вспомнить, что не определение политики, а характеристику политики. Ну, такую очень ёмкую существенную. Политика есть высшая из всех наук и искусств. Высшая из всех не только наук, но и искусств. Не шуточка, да? Заявочка. А он всё-таки кое-что понимал. И в науках, и в искусствах. И вот он выразился так. А как вы думаете, почему? Что в политике такого, что её можно так охарактеризовать? И вы его так охарактеризовали или нет? Да. Ну, а что вот в ней есть такого, что она заслуживает такой характеристики? Потому что она базируется на знаниях общественного устройства. Да. В какой-то мере можно сказать, что она базируется на многих науках, использует многие науки. И в этом смысле они для неё как бы вроде пьедестал такой. Да. Но Аристотель говорит так. Почему? Потому что это наука о высшем благе. Всякая наука – это наука о каком-то благе. Так вот, о высшем благе трактует политика, по мнению Аристотеля. Но тут, конечно, встаёт сразу же второй вопрос. Что значит высшее благо? Что является высшим благом? Как вы это думаете? Смотря для кого? Ну, для вас, конечно. Для вас. Справедливое устройство общества. О, это вот высоко, да. Возможно, лучшая жизнь каждого конкретного человека. Да-да. Вот. Дача, квартира, машина. Наш идеал, мечта и блага. Но, между прочим, у того же аристотеля не только это обозначается в качестве высшего блага, откровенно говоря. Да-да. Не только. Да. Хорошо устроенное, то есть справедливое государство. Государство есть высшая влага для гражданина. Когда есть государство, все его основные потребности – гражданина – удовлетворены и есть все условия для жизни. Если он совершает самый какой-нибудь тяжкий поступок, то самое тяжкое наказание – это изгнание из государства. Мы тебе ничего не делаем. Только оставь нас в покое. Иди за город и гуляй там. А уж там, как говорится, судьба тебе обернется. Может, есть какие-нибудь вороги, которые там тебя замочат. Может, звери дикие скушают. Может, еще один. Мы уж за тебя не отвечаем. Ну, и, скажем, когда я в студенческие-то годы читал Аристотель. Я говорю, как-то хорошо устроено государство. Как-то непонятно. Ну, государство, государство. Оно где-то далеко. Там, в Москве. А я вот тут. Чего на меня государство? Дача, квартира, машина. Ну, это понятно. А государство где-то далеко. Это потом я понял. Почему? Потому что советское государство было хорошо устроено. Мы его не чувствовали. Заболел зуб. Пошел к врачу тебе, вытернули его и будь здоров. Вот сейчас вот мой брат на той неделе. Пошел к врачу, ему вытернули, собрали пять тысяч. Будь здоров. Тоже хорошо. Да. Его не спросили, а сколько у вас пенсия? Да, не поверите. А сколько пенсия? Пять тысяч. Пенсия? Пенсия? Пять тысяч. Десять тысяч. Десять. Нам напугали уже. Из них вот пять тысяч за зуб отдал. И пять за коммунал. Причем не подумает, что он какой-нибудь там бомж и там и так далее. Когда он работал, пенсия – это десять тысяч. Когда он работал, он получал свыше 100 тысяч рублей. Больше трех тысяч долларов регулярно, каждый месяц. Плохо работал. Плохо, считаете? Плохо работал, не заработал на пенсии. Да, не заработал на пенсии. Денежки получал в конверте. Неудачник. Да. Не вписался в рынок, как говорится. Да. Потом фирма развалилась. Другим фирмам он не нужен. Пенсия? Пенсия – вот десять тысяч получи, будь здоров. И как он там говорит? Денег нет, но вы держитесь. Да. Хорошо устроенное государство было. Поэтому мы его так особо не чувствовали. Сейчас, конечно, да, вот чувствуешь государство. Поэтому интерес у трудящих сидят. Эти вещи раньше изучали на научном коммунизме. Скучно. Заставляют учить, там ба-бам. Сейчас уже народ чешет репу. Нет, надо все-таки учиться, надо все-таки изучать. Постичь. В чем тут дело-то? Ну, а постичь тут, помимо вот этих двух, значит, разделение и счет там появилось как раз в ельцинскую эпоху. Политика – дело грязное. Вы политикой не занимайтесь. Политикой мы будем заниматься. Мы уж люди превышаем. С грязью копаться. Занимаемся. А политикой – ой, фу, какое грязное. И выходят серьезные люди. Скажем, Александр Михайлов – артист. Знаете вы его хорошо. И по телевизору так это не стесняюсь. Ой, не, я политика не знаю. Политика – это грязное дело. Вроде серьезный человек-мужик играл в фильме. Мужики. Вот политика – дело грязное. Да. Теперь, значит, идеология – это ненужная. Нужна деполитизация, деидеологизация. Ну, а там к тому же еще и депортизация прошла. Партию закрыли, а другие вроде не надо. В партии они там все сами по себе, свои интересы, гребут под себя. Поэтому партия тоже вредна. Нужно провести депортизацию. И вот в конце 90-х уже до того довели Россию, что я говорю, что Ельцин уже понял, что дадут табакеткой по голове. И сбежал тоже. Поэтому то, с чего начал Владимир Владимирович – с двух вещей. С армии и с партией. И это правильно. Почему? Потому что партии мы с Михаилом Васильевичем тогда отстаивали, пропагандировали, что всяким государством руководят партии. Руководит какая-то партия. Не бывает современных государств без партий. Древних тоже, но там более сложные конструкции. А уж современные партии везде руководят государством. И вы, я так думаю, большинство партий и государств, и какие партии мы руководят, знаете. Скажем, Америка демократическая и республика. Вот сейчас раздраймы наблюдаем. Между двумя партиями, стало быть, между двумя крыльями буржуазии. И кто понимает вот эту вот партийную составляющую, тот может следить что-то там такое за этой борьбой. А кто не понимает, он и не понимает, что там дерутся, из-за чего сыр борьбой. Так что Путин в 2002 году издал закон о партиях. В то время было 154 партии и общественно-политических организаций. По этому закону, значит, осталось около 70 партий. Все равно он посчитал, что чего-то многовато. Политическое поле засорено. И действительно, такой сыр борьбой. Я специалист, я уже как-то перестал следить за партиями. Потому что каша все бурлит, соединяется, разледеняется. И уже непонятно, кто там за кого. Вот поэтому через два года он издал второй закон о партиях. Где увеличил, значит, для определения, для юридического определения партии, количество членов 50 тысяч человек. Более чем половине субъектов федерации должно быть свыше 500 человек в каждой. Если есть такая организация, мы ее будем считать партией. А если нет, то не будем. Поэтому, если у вас есть денежки, миллионы, ну тогда было миллиона три, ну а сейчас, наверное, миллионов шесть, вы можете организовать себе партию. И партии сейчас организовали опять уже 75 или 76 на сейте. Другое дело, что мы их сейчас уже не видим и не слышим. Их задвинули далеко. А если у вас нет денежков, то, как говорится, проходите мимо. Ну, трудящегося народа вроде у нас с вами, у нас денежков нет. Поэтому рассчитывать, что мы там возьмем и сделаем партию и потом политическую карьеру – таких перспектив у нас нет. У нас есть перспектива только помочь классу, который может это сделать без денег и который в этом заинтересован, жизненно заинтересован. Это рабочий класс. Это же сами интеллигентские, а мы преподаватели, мы ничего организовать и соединиться в партию не можем. Денег у нас нет. Объединиться слишком много всех амбиций, самовнений. Времени мало, на четырех работах работаем. Потом политика – грязное дело, у них тоже в голове мурашки бегают. Поэтому в этом направлении перспектива только одна. Ну и, конечно, коль скоро мы говорим о партиях, полезно знать, что такое партия. Партия-то это что такое? Вангард-класс. Большая группа людей с интересами класса. Вот она самая большая группа людей, но не партия. Класс, они интересные. Времени общими интересами, общими целями и задачами, и общей программой. Да. Программы, да. В развитой партии есть и программа. Скажем, в истории выступали многие партии без программ. Программ нет, а партия есть. Партия – это какие? Не знаю, есть она сейчас нет. Да, да. Можно сказать коротко. Партия. Партия. От английского парт. Обычно в учебниках говорят. Партия – это часть. Часть чего? Что-то я тут засомневался в своем друге и коллеге. Я говорю, слушай, Жорж, партия – это что такое? Он мне говорит, партия – это часть народа. Но это наивно. Я думаю, ё-моё, профессора в СПБГУ так отвечают на вопрос и пишут. Партия – это часть народа. Но это жуть. Значит, можно сказать, что партия – это часть, там, передовая часть. Или, скажем, коммунистическая партия – она партия авангардного типа. Значит, авангардная часть. Можно так говорить. Но это не вполне истинно. Я уж не говорю о том, что это в учебнике берут парт от английского части. Тогда оно и в Англию пришло из греческого. Парс – род. Сначала когда-то партии, когда они в Греции там образовались, они, и греческая община, она состояла из рот, из филд, так называемых, и партии. Они представляли собой такие объединения родов. И три партии боролись. Значит, горные, прибрежные и срединные. Парс – род. И у нас этот корень-то есть в некоторых словах. Парень. Пара. Вспомнился анекдот, но в широкой кампании его не расскажут. На перерыве можно. На перерыве. Значит, партия – часть. Это правильно? Ну, не вполне удачно. Можно сказать точнее. Партия – это часть класса. Это все-таки, ну, правильно. И можно сказать даже истина, но не полная. Ну, истина, правда – это вообще не полная истина. Да, она тоже истина, правда. Но не конкретная, абстрактная истина. Поэтому точнее надо сказать так. Сначала партия – это группа единошников. Тогда появляются и программы у единомышленников. Но это зрелая партия, которая дожила до своей программы. Вот, скажем, посмотрите вы партии во Франции в середине XIX века, которые организовали Парижскую коммуну. Там программы не было фактически ни у кого. Они действовали более-менее слепу и не осознавая, что они действуют. Как они действуют? Инстинктивно. Да, поэтому группа единомышленников – это хорошо, но этого мало. Это не просто группа единомышленников, а это организованная группа единомышленников. Организованная. То есть она имеет какой-то порядок, имеет какое-то членение, имеет какое-то оглавление каких-то лидеров. Но это тоже любая общественная организация. Она может охватываться этим понятием. Скажем, профсоюз или общество любителей охоты и рыболовства, вот как я. У нас своя организация. У нас, значит, единомышленники мы все. Где и как больше поймать окуней? Ну и так далее. Но мы не партия. Хотя, вот скажем, в этом смысле церковь – она общественная организация. Большая, серьезная, длинная история. И она так перед себя и представляет, да, что мы общественная организация, в политику мы не вмешиваемся, поэтому мы не партия, та-та-та-та-та-та-та-та, а мы вот за весь народ. Но как только выборы, так сразу вот они тут уважают Ельцина. Он сделал много. Или там Горбачев, или там Путин, или Медведев и так далее. Еще речь про союз. Про союз – это тоже общественная организация. Но как только выборы, ФНПР говорит, ну вот нам все-таки ближе как-то единой России. Он не выступает, не агитирует открыто. Но в широкой аудитории по телевизору так это незатейливо, ненавязчиво объясняет, что они будут голосовать за Единую Россию. И вы, дескать, агитируете там на местах за Единую Россию. Поэтому сразу они становятся политической партией. Некорые даже используют для неполитических целей эту политическую игру. Если кто постарше, может помнят, была такая партия любителей пива. Я только вспомнил. Вспомнили? Да, была. Вот грех на душе. Некто, товарищ Торлопов. Торлопов знает кто это? Знает. А это был глава республики Коми. И он был у меня учеником. И я его учил примерно так, как вас. И этот товарищ Торлопов, будучи лидером Компартии Коми, потом губернатором, организовал там отделение Коми, отделение этой партии. И вот придурялся на выборах. Ну, конечно, русский народ мудрый. Он все-таки понимает юмор правильно. Поэтому никто там за них не пошел голосовать. 0,05 процентов. Но характерно, что вот даже вроде такие товарищи, как Торлопов, которые закончили высшую партийную школу Ленинградской, учились у таких товарищей, как Козелев Альцинский. И все равно, значит, задействовали. Москвичи, я понимаю. Они, это продавцы пива, сделали бесплатную рекламу. Реклама-то дорогая. Там тысячи долларов тогда и стоила. А они сделали объявление, что вот у Белорусского вокзала в Москве в 14 часов будет раздача пива. Действительно, в 14 часов приезжают два городовика, в них ящики пива, начинают раздавать. Телевидение тут, оно любит такие сюжеты, тут ажиотаж сразу. Засняли, вечером показали бесплатную рекламу. Ну, несколько ящиков пива. Второй раз, еще раз реклама. На выборы, конечно, там они сами не собирались. Они это сделали. Бизнес такой. Но показатель не сам-то, кстати, факт шла. Сейчас вы вроде организация, а в какой-то момент нажали кнопку, и эта организация стала партией. Так вот, партия, это определение, партия, это такая общественная организация, которая борется за государственную власть. То есть, скажем, если бы вот эти любители пива, они бы всерьез бы втянулись в борьбу, они бы стали действительной партией. Ну, конечно, они, я уверен, что из самого начала прекрасно понимали, что ничего не получится, что это реклама. Партия или профсоюзов и НПР, они, как только они ввязались в политику, а не политическая партия. Поэтому вот нас не должно вот это обманывать, что вот они называют себя общественной организацией. Как только вы ввязываетесь в политическую игру, выступаете на какой-то стороне политической, вы становитесь в политической партией. Значит, партия, это организованная группа единомышленников, которая борется за государственную власть. Ну и партий было много, сейчас у нас, значит, 75 или 76, основные четыре вы знаете. Вопрос тут возникает в основном только вокруг КПРФ. Значит, вот она называет себя коммунистической партией. Хотя, говорю я и мои товарищи, значит, ни одной коммунистической партии в России нет. И КПРФ она не коммунистическая партия, это по названию она. Но мы теперь различаем понятия и названия. По названию-то назваться запросто. Таких коммунистических партий, ну, штук 12 я знаю. Больше. Ну, может, вы ещё больше знаете. А коммунистической, в точном смысле слова, партии пока нет. Почему? Так что и я дал определение, определение понятия. По понятию есть, скажем, рабочая партия России, по понятию, да, вот она коммунистическая партия. Но всё-таки политическая партия – это такая общественная организация, борющаяся за государственную власть, за которую идёт часть класса и значительная часть класса, да? Ну, хотя бы какая-то часть класса. Так вот, не за одной партией какая-то значительная часть класса пока не идёт. Поэтому, если есть коммунистическая партия, то она в становлении. Где она станет? Ну, это, по крайней мере, дискуссионный вопрос. Каким образом она станет? Или одна из партий разовьётся в подлинное коммунистическое, или союз будет каких-то партий, или, может быть, новая молодёжь вот так вот ходит сейчас на всякие занятия, на лекции, прислушивается, потом плюнет и создаст, наконец, коммунистическую партию. Вы, старичьё, ничего не понимаете, а мы сделаем по-своему. Может такое быть вполне тоже. Да, это что касается партий. Ну и, конечно, надо сказать, что некоторые идеологи, политические партии, они идут или от религии, в них религиозная идеология, религиозная политическая ориентация и, соответственно, религиозные партии. Я думаю, что они у вас более-менее на слухах. О них сейчас много говорят, особенно, что касается Востока. Ну и, что касается политических течений или направлений политических исследований, то можно сказать о буржуазной политологии. То есть, существует большой отряд политологов в любой стране, в том числе и нашей. Раньше они были научным коммунистами, вот здесь, во главе с профессором Белыхом. Но вот сам он умер в начале перестройки от разрыва сердца, видимо, глядя, как его птенцы дружными рядами перешли в ряды буржуазии и теперь преподают буржуазную политологию. Вот я вам говорю, что даже забыли обреление партии. Партия – это у них часть народа. Да, в народе масса всяких частей. Миллион их всех не переберешь? Разве это партия? Нет, конечно. Ну а и партия – часть класса. У класса может быть несколько таких частей. И у буржуазного класса, поскольку денежков у него много, и поскольку много групп с особыми интересами, они, эти группы, создают свои партии. Поэтому не подавляющие, а все практически и более-менее известные партии – они все буржуазные. Почему? Потому что денежки есть, карьеру хочется сделать, свой бизнес хочется сделать. Каждый думает, что он поумнее других. Ну и вот владят эти партии. Хотя на самом деле это бессмысленное, бесполезное дело. Без денежков. Если у вас большие есть денежки, тогда, конечно, на что-то можно рассчитывать. Да, но не только в буржуазном классе, а буржуазные элементы проникают и внутрь коммунистической партии. И вот мы с вами имеем опыт, в мире своего рода единственный, что наша страна прошла путь из капитализма в коммунизм и обратно. Почему? Потому что уже внутри КПСС наряду с коммунистами, с серьезными людьми, с принципиальными, последовательными, которые сознательно вступали в партию, поддерживали коммунизм, поддерживали Ленина, Сталина, Центральный комитет, Политбюро. Гибли, умирали, писали книги, статьи, боролись. Но как теперь стало ясно, что внутри КПСС были и другие силы. И вот я много сил потратил на то, с чего началось это выступление предательства. И, наконец, докопался. Вот сейчас, завтра сдадим сборник научных работ конференции, которую провел наш университет летом, посвященную 200-летию со дня рождения Маркса. И вот там у меня будет большая статья с разъяснениями на эту тему. Да, был такой журналист Бурлацкий, может, кто-нибудь помнит? Помните Бурлацкий? В последние годы он работал редактором главного литературки, литературной газеты. И вот в воспоминаниях его я нашёл. Во второе издание вставил небольшую вставочку. Я горжусь тем, что вставил в программу КПСС отказ от диктатуры пролетиеров. Но я разыскал ещё дальше и понял, что это он… Все умерли, теперь он может как бы эту славу обратить на себя, что, дескать, это он вставил. На самом деле это его руками вставил… Вот Вильгельевич Кусенин был такой у нас деятель, член ЦК, кандидат в члены Политбюро. Долгие годы работал в Коминтерне, потом был руководителем порторганизации Карелло-Финской ССР. Там у него, кстати, главой Петрозаводского горкома работал товарищ Андропов. И вот этот Кусин подтолкнул, чтобы Урлацкий написал и немножко обуснал. Отказ от диктатуры Петрята и вторая программа партии в 62-м году вышла уже без диктатуры Петрята. Диктатура Петрята выполнила свои задачи, и мы теперь стали общенародным государством. Вот я копал. Кто же открыл это Общенародное государство? Почему ему памятник не поставили за такое выдающееся открытие, что существует Общенародное государство? Ни у кого нету таких обоснований. И не было. Вот эти два товарища. Но Кусин это умный человек, он понимает, что он сделал. Поэтому он все это перепоручил Бурлацкам. Бурлацкий это сделал, не понимая, что он творит. Но дело, конечно, не в них. Это только чернорабочие. Почему? Потому что дело проходило через центральный комитет. Центральный комитет представлял это на съезд. Но странно, что нигде это не нашло сопротивления. Это вот что такое идеология, да? Что не нашлось понимания ни у кого фактически. А может быть по-другому. Может быть уже вот эта верхушка, она понимала, что она делает. Но она как бы помогала. Соучастницей была в этом деле. Поэтому я думаю, что большинство из них сурово поплатились за все эти штуки. И платятся еще. Как и Зербачев. Я думаю, он сурово поплатился за свое предательство. А вы как представляете, как можно поплатиться? Чтобы он понял, осознал. Мне кажется, он не осознал. Я думаю, что он осознал, что презираем всем народом и будет презираем всем русским народом. Поэтому и живет за побежами. Я думаю, что это глубокое падение. И он очень переживает. Да, конечно, он переживает. Да нет, нет, нет. Переживает. Для него это ударом был. Был, конечно. Сильнейший удар для бюрократа, делающего карьеру. Самый страшный удар – это выкидывание из карьеры. Раиса Максимовна. Раиса Максимовна. Прям как вот Господь. Отвернулся от нее, от бедняги. И умереть от Сепсиса в Германии – уж тут бы она от Сепсиса не умерла. Может, помогли им. Никто не помогал. Никому они не помогли. Да, значит, вот буржуазные политические теории, буржуазные вот эти товарищи, они из себя строят таких вот чистых ученых. Они за объективность знания. Вот они исследуют, значит, выборы. Тут проголосовало за Иванова 57,8%, а за Сидорова, значит, 39,7% из этого такта. Ну, вот, вот объективные данные. Вот так-то такова народная воля. Ну, а на самом деле, конечно, эти технологии выборные неизвестны давно, в том числе описаны, проанализированы Владимировичем Лениным, советскими многими следователями, и я думаю, что никаких тут отдельных наук на эту тему не нужно. Ну и современная ситуация с политической борьбой, что борьба политическая наука есть и продолжается. И почему политика есть высшая из всех наука искусства? Потому что она аккумулирует всю классовую борьбу. Всякая классовая борьба есть и борьба политическая, говорит Маркс. И это правильно. Причём, потому что экономическая борьба, она так или иначе всё равно выносит борющихся на политический уровень, на политический уровень. И в этом смысле, скажем, мы давно несколько раз выходили на такое, вроде бы помогали в экономической борьбе нашим докерам ленинградским, а выходили на политический уровень. Например, стал вопрос о принятии нового трудового кодекса. Вроде бы это экономическая борьба, там главная зарплата, условия труда, техника безопасности, отпуска, значит, выходные дни и так далее. Но когда это поднимается всё в Государственную Думу и обсуждается проект документа, который станет государственным законом, и это политическая борьба, она идейная, и экономическая, и идейная, и политическая. Ну и мы подготовили проект закона, который набрал, значит, там что-то под 48%, то есть на втором месте был наш проект трудового кодекса. Немножко не хватило, и, скажем, этот закон мог бы быть принят формально. Но я-то уверен, что если бы вдруг такое случилось, что за него проголосовали, значит, там 52%, потом бы круги политические и высшего руководства, скажем, что-то там подтасовки были в голосовании, поэтому считаем это голосование неправильным, неправильным. И всё осталось примерно так же. Хотя, скажем, вот года три уже, наверное, или четыре назад была дискуссия о 12-часовом рабочем дне, а о 60-часовой рабочей неделе. Помните такой же борьбу? Прохоров. Да, Прохоров. Выступил. Российский союз промышленников и предпринимателей, руководимый Шохиным, министром у Ельцина. Поддержал этот проект, и они тут уже, значит, в профсоюзы вышли, и профсоюз НПР собирался поддержать. Но массы выступили довольно широким фронтом, и Путин понял, что не стоит связываться. Поэтому пришёл на седьмой, по-моему, был съезд ФНПР, и этому Шмакову, лидеру ФНПР, в глаза говорит, «Ваша святая обязанность заниматься зарплатой и таким проблемой, как длина рабочего времени». И в интервью сказал, что пока я буду президентом, 12-часового рабочего дня не будет. Значит, точно будет. Официально. Точно будет. Официально не будет, а по факту он уже есть. Конечно. По 12 часов работают многие предприятия. И вопрос как из пенсионной реформы. Вопрос, собственно, в чём был? В том, что сейчас по закону 8-часовой рабочий день до 40 часов рабочая неделя. А если сверх того, то в полутора или в два, в отдельные праздничные дни, в два раза больше тариф. То есть двойнее оплата больше. А если, скажем, будет закон 12 часов, тогда платить двойнее не нужно. То есть речь идёт всегда о деньгах. Точно так же, как и в пенсионной реформах. Уже мы работаем до семидесяти лет в основном, особенно интеллигентная публика. Почти вся работает до семидесяти лет, если здоровье позволяет. Поэтому речь идёт только о том, чтобы отобрать вот эти деньги, которые платят пенсионерам, к заработной плате. Вот и всё. Цинично. Ну ещё 22 процента, которые уже идут. Ну да, некоторые ещё там есть плюсы, но это уже такая второстепенность. Значит, поэтому борьба политическая, она где-то рядом всё время. Но всё-таки в нашей стране, по крайней мере, до каких-то серьёзных форм она не доходит. Почему? По очень простой причине, что для политической борьбы трудящиеся должны организоваться. Элементарной формой организации являются профсоюзы. Но в нашей стране профсоюзы уже есть, богатые люди уже сделали профсоюз и ждут там простаков. Вступайте в профсоюзы, защищайте свои интересы. А защищайте свои интересы, то есть будут защищать руководители. А руководители говорят, что их интересы защищают, а на самом деле защищают интересы собственников. Ну а поскольку в такой ситуации нужно трудящимся создавать свои профсоюзы, подлинные профсоюзы, профсоюзы трудящие, то тут всё натыкается на, я считаю, упирается в женщин. Почему? Потому что мужики, как показывает практика, они в профсоюзы вступать боятся. Боятся, 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 боятся до тех пор, пока жена, во-первых, не позудив там полгода или год, во-вторых, не дав пинка в известное место, чтобы он шёл зарабатывать деньги и вступать в профсоюзы в конце концов. Вот поэтому он понимает, что надо вступать, что зарплата-то маленькая, что на неё не выжить или жить в проголод. Но тогда они осмелевают, как на нашем форде, и выставляют требования, требуют увеличить заработную плату на 30%. На 30%? Ну какой вам идиот, значит, даст сразу 30% повышения зарплаты. Никакое нет. Хотя, вообще-то правильно просить надо всегда больше, это точно. Это дадут всегда меньше. Но тоже не 30%. Почему? Потому что вы посмотрите на Запад. На Западе там повысили бензин в полтора процента, это лет уже 10 или 15 назад. Там миллионные демонстрации на улицах. Или там снизили тарифы на молоко, а приехали селяне, залили кто навозом, кто молоком в мэрию в Париже. А у нас тишь, гладь и Божья благодать. Причём потому что женщины, они не стимулируют своих мужей на высокую зарплату. Женщины – главная революционная сила. Значит, кстати сказать, вот редко вспоминают, что и в 17-м году источником послужило женское недовольство. 25 февраля по Невскому прожила женская демонстрация с пустыми кастрюлями. Наделала много шуму. После этого началось движение. А 1 марта уже и царь слетел. Видите, как быстро всё решается, когда женщина подлетела. Но и второй вопрос, конечно, это вопрос о том, что политическую форму борьбы она приобретает в соответствующих органах, которые нацелены на воздействие на государство. Это советы. И вот, скажем, вспоминают Парижскую коммуну-то часто, но вспоминают в основном о руководстве. И под Парижской коммуной считают как раз вот тех коммунаров, там их около 80 человек, которые руководили Парижем. Не всегда вспоминаю, что эта коммуна тоже возникла из тачек, из-за бастовочной борьбы, которые шли во Франции и в Париже, особенно, целый год до этого. Барикады. Да. Значит, и поэтому больших успехов они добились. Но тогда понимания было мало. И у нас понимания мало было, конечно, в 1905 году. В 1905 году это рабочие создали вот эти советы, а партии, в том числе и теоретики, они оказались не готовы для осмысления этой новой формы организации. И спасибо, Владимир Ильич, он как-то увидел в этих советах вот эту новую форму, политическую форму, которая может стать государственной формой. И разъяснял потом товарищу, что советы, они нужны, они нужны всем партиям. В советах могут работать все партии. И коммунистам нужны советы, потому что здесь как раз основная масса рабочих собирается. Почему-то же советы строятся от предприятий. На предприятиях уже все рабочие. Они и стойкие, и выносливые, и заинтересованы в этой борьбе. Поэтому, значит, совет в 1905 году у нас возник тоже из забастовочной борьбы. Но как здесь соотносится? Вот у них коммуна вроде, да? А у нас вроде совет. Вроде это разные. Объясняю, что вроде это одна и та же вещь. И это не одна и та же вещь. И под коммуной мыслили коммуну городскую. А там руководящим органом был тоже совет, совет коммунный. Так и у нас. Значит, у Ивана Валентинский. Возник совет как орган коммунный городской. Но она по понятию-то стала коммунной. Коммуна, то есть община в переводе на русский язык. Она общиной по понятию стала, а реальностью, реально общиной не стала. Почему? Потому что тема не доставала, не доставала понимания, что это за процесс. А процесс тот, что, значит, теперь я понимаю, что и классики здесь под общиной в основном понимали сельскую общину. Сельскохозяйственную общину. Деревенскую общину. Тогда как? Община – это широкое явление. Широкоисторическое явление. И, скажем, у Марса можно найти, скажем, упоминание рабовладельской общины в Древней Греции. Государство Афинское – это государство общины патрициев. Это община патрициев, которая руководит всеми прочими. Вот все прочие не могут создать, бедные не могут создать общину. Они разобщены. Там вокруг Афин 174 дема в деревне, где живет демос. Они не могут организоваться. У них нет ни соображения, ни организации, ни формы, ничего. А тут организованные вооруженные люди. Поэтому их в Афинах 30 тысяч. Но они организовали государство почти на полмиллиона. И руководят этим государством. И рабов в массовом порядке содержат. И все у них под контролем. И все железные кулаки. – это городская община. В самом точном смысле слова. Скажем, в средние века городские общины в какой-то мере сохранились. Скажем, в Италии были такие городские общины. И иногда там попало народ. Получал даже властные функции. Но, по большому счету, это в феодальном обществе сословия составляли общины. И, скажем, каста военных – это община в подлинном точно смысле. И она дожила, скажем, в Германии до Второй мировой войны. С нами воевало кастовое офицерство. Но Советский Союз показал, что крестьяне, крестьянские офицеры воюют значительно эффективнее и умнее. Почему? Потому что у них научное мировоззрение. Потому что им худо-бедно прочитали курс маркизма. Перед войной было опубликовано, не полностью, правда, собрание сочинений Гегеля. В том числе уже изучали науку логики. Поэтому шли грамотные люди. Даже пошутил английский философ Азманскар. Во Второй мировой войне сражались две школы гегелизма. Немецкая и русская. А русская оказалась сильнее. И действительно, говорит, вот до Волги осталось пройти 200 метров. Но им уже 200 метров было не перешагнуть. Почему? Потому что процесс прихождения их армии завершился. Сталин примерно понимал этот процесс. Что они перемалывают немецкую армию, пока она наступает. И они её перемалывали. Наступил перелом во Второй мировой войне. Началось наступление советских войск. Я по студентам задаю вопрос. Победа начала становление. С какого времени? С 41-го. Какого? С 41-го. С 41-го, конечно. С самого начала. С самого начала. С самого начала. Когда Победа стала становиться. С самого начала. Поэтому уже можно сравнить наступление Наполеона с Гитлером. Наполеон на лошадях пешком. Выступили те и другие дни 22-го июня, а другие 24-го июня. Наполеон 24-го июня. Под Питером немцы были 8-го сентября. А Бородинская битва тоже состоялась 8-го сентября примерно на одной линии. Но те на лошадях и пешком, а эти на танках и машинах. Но сделали они тот же путь. Почему? Потому что сопротивление на самом деле, перемалывали на самом деле. Было мощнейше. Их перемалывали. Так что советы, они нужны. И они нужны прежде всего для понимания, что за общество вы имеете в виду. И вот это, скажем, общинное начало, мне кажется, оно не получило того развития, которое должно было бы получить. И вот, скажем, я хорошо знаю жизнь Вышневолодского хлопчадо-бумажного комбината. И знаю, что вот этот комбинат, там еще один есть такой же хлопчадо-бумажный комбинат. Вот этот комбинат, он имел все свое. Значит, свои больницы для своих людей. Свои школы. Свои дома отдыха. Свои турбазы. Значит, массу-массу всего. Свое жилье строил для своих работников. То есть, это была община. Но у самих тружеников, трудящихся, это понимание, оно где-то было там, далеко. То есть, вроде да и вроде нет. Как-то не говорилось даже об общине. Хотя, строилась община. И я думаю, что если бы вот этот процесс был более сознательный, трудящиеся бы так легко не дали себя обмануть, значит, с акциями. Потому что это наши вместе акции. А так, каждый побежал за своими акциями. В том числе и мой отец, вроде грамотный человек. И я ему объяснял, что, папа, это обман. Никто тебе собственной забумажкой не даст. Ну, как не дадут? Вот, написано. Там вот все написано. Никто не даст. Я думал, что только мое семейство не взяло ваучер. Но оказалось, что в России невостребованных ваучеров было 12 миллионов. Я тоже не взял. Да, 12 миллионов ваучеров не востребовано. То есть, народ понимал, что ничего на них не получишь. Получишь только разрывание общественного производства. А если бы, скажем, это была община, более осознанная община, я думаю, что этот обман бы не прошел. Хотя он, конечно, точный, опробированный за рубежом и так далее. Поэтому проблема советов, она не проста. Она очень сложная. Вот, скажем, мы с Михаилом Васильевичем занимаемся давно уже этой темой. И сейчас решили переиздать нашу книжку 13-го года. Вот этим моментом я дополню. Значит, теория надума – это еще все только начатки. Что вот нужно какое-то глубокое исследование вот этой общины и природы. Почему? Потому что человек живет всю свою историю вообще. Есть некоторое общественное опосредствование между его семьей и государством. И государство – оно сильно опорой на общину, на крепко спаянных людей, а особенно на вооруженных людей. Скажем, хоть рабовладельческое, хоть феодальное на касту военных, хоть капиталистическое на армию, тем более советское. Поэтому, значит, вопрос о советах – это вопрос важнейший. И я думаю, что мы с вами тут его еще поизучаем. Ну и, конечно, всякая борьба имеет идеологическую основу, идеологический источник развития. Идеи надо знать. Идею надо знать. Идея – это такое понятие, которое организует все другие понятия, направляет их, говорит о том, что надо делать, куда двигаться. Сама есть действующая, действенная. Поэтому идей общественных, по большому счету, их не так много. Раз, два, три – и обчелся. Прежде всего, коммунистическая. Никуда она не делась. Коммунизм развивается. И я думаю, что еще разовьется мощнее в ближайшее время. Либеральная захлебывается, изображает что-то из себя, давит. Вот-вот. Ястреб Жизинский умер в прошлом году. Тот вот и разродился книгой, что Америка теперь единственный гегемен в истории и руководит всеми другими народами. А через четыре года, да, нет, все-таки надо с этим осторожнее, надо примером, идейным, моральным авторитетом вести за собой людей-то. Ну, как-то поздно ему эта мысль пришла в голову. И я думаю, все-таки и не совсем глубоко. Так что с идеей тоже, значит, тут много проблем. Это непростое понятие, и его суть надо себе тоже усвоить. В том числе, значит, и коммунистическую идею, коммунистическую идеологию, коммунистическую теорию, в конце концов. Ну и, конечно, много других проблем есть на эту тему. Скажем, политика и мораль, политика и экономика, другие там вещи. Ну да, Бог, поговорим еще на семинарах об этих проблемах. Ну и сегодня, если есть какие-то вопросы, можем поговорить после перерыва. Перерыв. Уничтожить различия между городом и деревней, чтобы не было этой деревенской заскорузлости, чтобы они соединились с современной технологией, с производством машинным. И тогда бы эта заскорузлость исчезла, а это развитие как-то не получилось. Вы наши материалы апрельской конференции увидели? Нет. Да, там у меня есть статья, я вспоминаю мысль Ленина, которые разъяснили, что собрание всякого рода, съезды всякого рода, статьи всякого рода. Это учеба. И нужно добиваться, чтобы в этой учебе программные положения доходили до самых простых людей, которые бы это понимали. Потому что действовать могут только люди, которые понимали. Так, так вот, хороший вопрос-то тут возник. И он, со одной стороны, очень простой. С другой стороны, и не очень простой. В чем его простота? Значит, мол, вот как так получилось, что народ там что-то такое не понимал? Простота заключается в том, что народ – это понятие очень простое. Но, это простое понятие, даже профессора, от профессоров не всегда услышишь ответ. Народ – это что такое? Народ – это что такое? Да вы сидите, сидите. Какая-то группа людей без всякого определенного интереса. Ну, шутите вы. Ну, как это без всякого интереса? Проживающие на группе есть, проживающие на какой-то… Вот, вот. Вот вы начали ответ с того, что разные группы населения. Население – это самая простая категория, самое простое понятие. Оно обозначает, какие здесь субъекты населяют это место. Тараканы или клопы, или вот люди. Все это население. Без разбору их социальной определенности. Это для начала можно констатировать, что я изучаю вот эту группу населения, которая живет в Приморье. А теперь поехали. Население, оказывается, там половина женщин, половина мужчин, половина взрослых, половина детей. Половина в промышленности занята, половина сельская и так далее и там подобное. И вот тогда где-то там мы получим какой-то народ или какое-то общество. То есть общество и народ – это уже сложная категория. А мы-то с вами завели разговор о простой категории тоже. Народ. Что такое народ? Что такое народ-то? Это большая группа из проживающих на данной территории, объединенных определенными языковыми, культурными. Отставь. Это нация. О, люди-то грамотные. Они сразу видят, что вы говорите определение нации. И это близко к тексту. К сталинскому определению. А народ-то что такое? Наш род. Да. Кстати, вот русский язык, он один из самых выразительных. Он очень просто выражает некоторые сложные вещи. Он еще, как говорит Фушкин, сохранил первобытную… Тут у него словечко такое, которое не хочется воспроизводить в аудитории. Игость. Нет. Первобытную, скажем так, простоту. Да? Вот. Которой он хорош. Что им можно выразить сложные вещи очень просто. Род, народ, природа. Все вокруг. Что такое природа? Природа – это то, что окружает род. И это правильно. Природа – это то, что окружает человеческий род. Но когда образовался язык, природа – это то, что окружало наш род. Вот мы тут в этом лесу живем, а лес – это природа. То, что есть природа. Ну и так далее. Родник – там куча слов. Базирующийся на этом простом понятии и на этой категории даже можно сказать. А мы с вами занялись простым понятием – народ. И я-то это к чему завожу этот разговор? К тому, чтобы сориентировать вас. Мы все время ориентируем. Но на ней очень ясно, мне кажется. Сориентировать ваше мышление в направлении понятия, в ориентировании в понятиях. Привычки все усваивать в понятиях. Вот и народ. Ну, кто-то вспомнил, что такое народ-то? Никто не вспомнил? Я так думаю, что те, кто родились, но еще не умерли. Это тоже население. Что-то на роду написано. Тогда как? Что такое народ, знал еще Аристотель. Народ – это трудящиеся классы населения. Демос. Кто такой демос? Демос – это народ, который трудится, который поставляет там, значит, зерно, мясо, молоко, сыры. То есть буржуазий не народ? Конечно, нет. Народ – это трудящиеся классы населения. Понятие вам четкую дает рефлексию, да? Что вот он народ, тот кто трудится, и вот он не народ, то не трудится. Буржуи не трудятся, конечно. Кроме рабов. Кроме рабов. Рабов вообще не люди. Почему? Рабов Аристотель не считал, наверное. Рабы, они не входят в народ, да. Почему? Потому что раб – это говорящие орудия, Аристотель так говорит. И это правильно во времена Аристотеля. Причем Аристотель говорит, раб – это существо, которое является рабом по природе. Почему? Потому что если ты свободный человек, ты рабом не будешь. Ты лучше погибнешь, но рабом не будешь. Как и говорит по этому Гёте, только тот достоин жизни так же, как и свободы, кто каждый день их завоевывает. То есть свобода завоевывается. Это нашего публика, наше население, да, она отвыкла от этой борьбы за свободу. Она плевки сносит спокойно. Скажем, вот от неё отобрали сейчас массу денег пенсионных, и она так это стерпела. А сколько таких плевков было за это время? Да уже всё практически отобрали. Я уж не говорю, когда Горбачёв правил, я насчитал, он сделал пять государственных переворотов. И все это как-то пропускают. Вроде так и надо. Президента будем избирать, значит, вот Верховный Совет. С какой стати? Где такой закон? Ты выдумываешь, вот себя законы толкаешь, мерзавец. Подонок. Стрелять таких надо сразу было тогда. И свободные его люди, конечно, так и делали. Но нашлась только одна женщина. Забыл в Самаре или в Саратове. Приехал Александр Николаевич Яковлев там разъяснять какой-то закон. Он селся в президиуме, и вот выходит из зала женщина с букетом красных гвоздика. И Александр Николаевич аж пристал, думал, сейчас ему гвоздики преподнесут. Женщина подходит этой гвоздикой по морю. Это была красота. Кстати, тоже женщина была есть. Сажи у Малатова, ну, наверное, все знают. Она единственная в глаза Горбачева на съезде сказала все, что о нем мы думали. Публично на съезде оказалась права. Так что народ – это трудящийся класс населения. И вот хороший пример для понимания вот этой рефлексии. Понятие – это то, что делает предмет понятным. Понятно то, что выражено в понятии, говорит Гегель. И сразу понятно – раз ты трудишься, ты – народ. Раз ты не трудящийся класс населения, ты – народ. Ты много работаешь, Березовский, он много работал. В каком смысле? Много суетился с этим, с бизнесом. Пять телефонов, везде секретарши, всем надо указания дать. Ну, целыми сутками бегает человек. Но это не работа. Это суета. Бизнесменская. И в конце концов закончил как. Так же их Хорос… Ходорковский. Тоже в бегах. Так же сейчас вот гоняют этого банкира, это Пугачева. Да и сколько их сейчас бегают. А я тогда еще говорил о Березовском. Если ты такой умный, зачем ты такой богатый? Ну, и чем ты кончил? Красиво умер у дворца. На Холстоке. На красивом Таганском Холстоке. Нет, я-то думаю, что он не умер. Я-то думаю, что его умерли. Ну, это понятно. Потому что он стал лишним. Он слишком много знал. Да, конечно, лишним. Много знал. Он слишком много знал, говорили в старых фильмах. Вот. Так что народ вот понятия и другие понятия. Их надо знать. Оно сразу вам дает указание, что есть что. Или что не есть что. Ну, а если, допустим, стоитель буржуазей, он сам управляет? То есть он владелец, он будет директор. То он не народ получает? Да, хороший вопрос. Да. Ну, это вот мы пошли в углубление понятия, да, в тему. И, скажем, инженерные кадры, которые участвуют в процессе производства, помогают увеличивать производительность труда, делать его эффективным. Они, их можно включить в народ. И вообще, значит, скажем, и мелкая буржуазия. Она шатающийся такой класс между рабочим классом и буржуазией. И в какие-то ситуации она может стать на позиции рабочего класса. Особенно, скажем, в ситуации революции или войны, или еще там чего-то. А может, наоборот, шатнуться, отшатнуться от рабочего класса и перейти на позиции буржуазии. То есть неустойчивая позиция. Также интеллигенция, к которым относятся и инженеры. Инженеры, они, конечно, ближе всего к производству, но и интеллигенция. Скажем, вот я, например, бросил работать на буржуазное государство, потому что, ну, неинтересно, тратишь время там. Поэтому служить буржуазии, ну, скучно. Я уж не говорю об этой низкой зарплате. Пусть за этой низкой зарплатой недоучники работают. Вот. Лучше я помогу трудящимся, рабочим. Если время я и трачу, то вот, так сказать, для народа. На пользу народу. Вот написал несколько таких путних статей. Давно хотелось написать всё. Не было времени, а сейчас появилось время. И так многие интеллигенции. Одни, значит, работают, обслуживают или работают на рабочих, на трудящихся, а другие – на буржуазию. Скажем, я бы мог тоже пойти по буржуазной линии в какой-нибудь частные университеты или частные там учебные заведения, и зарабатывать крупные бабки. Сам капиталист, когда он владеет производством, и он рулят производством, он будет народом или не будет? Он же трудится всё-таки организовывать. Когда он капиталист, он капиталист. Ну что, что он трудится? Он всё равно… Он капиталист. Он собственник. А, значит, народ, трудящиеся классы населения, они всё-таки в основном, и не в основном даже по наличности, а в глубине, они против частной собственности. Частная собственность – это как такой способ выживания в этой ситуации. Отчасти непонимание, что такое частная собственность. Частная собственность – это что такое? Ну вот, я рассматриваю часы как своё. Это частная собственность? Если мы все решим, что это ваши… Значит, что это мои, даже сомнений ни у кого не вызывает. Это мои, конечно. Но, конечно, никакая это не частная собственность. Это личная собственность. Значит, используется в потреблении. Средства производства. Да. А собственность – это то, что приносит доход. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Вот, когда вы едете машину, личную машину, и частным образом подъезжаете к метро и развозите меня за денежки ночью от метро, вот тогда машина – она частная собственность. Пока вы не разводите, она ваша личная собственность. Вы её используете для себя. Тёща там на рынок отвезти, ещё чего-нибудь. Да. А когда она вам приходит, приносит доход, вот это она частная собственность. Вот против чего выступает машина. А выступать там против часов, очков или чего-нибудь, да даже квартиры. Получается, что у вас народ – это те, кто не обладает частной собственностью на средствах производства? Конечно, да. Да уж это-то точно народ. Кто не обладает. А то, кто обладает, он страх маринга. А то, кто обладает незначительной такой вот собственностью, или имеет часть, небольшую часть частной собственности, у которого около половины доходов он получает за счёт своего труда – это мелкая, мелкий частный собственник. Он и те свойства имеет, и другие. Поэтому он качается и в ту, и в другую сторону. Поэтому его положение в политике противоречиво. С ним нужно договариваться, говорит Ленин, что такая масса народу, крестьян, мелких собственников, с ними ничего не сделаешь, с ними надо ужиться только. А ужиться – это значит, ну, в какой-то мере понимать и уважать предрассудки, которые пока есть. Надо помогать людям освободиться от них. Но они есть, и с ними не надо считаться. Бывает странное определение, потому что здесь можно сказать, что пенсионеры и дети – это не народ. Конечно, нет. На домохозяйки? В этом смысле. Да, они, домохозяйки, они и положение, и детей, и пенсионеров, определяется или пенсионеров по предыдущему состоянию, он или бывший рабочий, или бывший интеллигент, или бывший кто-то. так ведь? И ребенок. Он или ребенок рабочего, или ребенок бизнесмена, или там ребенок еще кого-то. А домохозяйка? Так же и домохозяйки. Надо обеспечить любых рабочего. Потому что в большинстве своем они не работают. Почему? Они работают и члены партии. Скажем, я был преподавателем и членом партии. Нет, руководство партии продали народ. Руководство партии и коммунистическая партия – это партия рабочего класса. Они работают на народ. Вы сразу сказали, что есть жесткое определение. Народ – это те, кто работают. Трудящиеся классы. Хорошо, трудящиеся. Заметьте, я говорю, трудящиеся классы. Один трудящийся. Один трудящийся может быть очень много навернутым. Один. А мы говорим о классах, которые что-то производят. Правильно? Трудящиеся. Трудящиеся. Классы. Еще раз. Трудящиеся классы. Мы имеем в виду классы. Мы же говорим о классах. А вы все хотите примерить к какому-то одному человеку. Хорошо. Мы возвращаемся из трудящихся классов. Скажем так, буржуазия – это тоже класс. Она тоже трудится. Трудящиеся. Нет, это буржуазия. Она трудится. Да. Только если мелкая буржуазия. Да, что-то. Нет, если есть запрещение. Мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия. Буржуазия. Мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия. Давайте кто-то один говорит. Разрешите? Это мы уперлись в другое понятие. В понятие труда. Что такое труд? Кто трудится, стало быть, а кто не трудится. Что такое труд? Если вы говорите, буржуазия трудится. Что такое труд тогда? Да. Ну, при образовании, скажем так, природы… Ну, все равно веществление природных ресурсов. Да. Непосредственно. 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 Разве бизнесмен непосредственно преобразует природу? Нет. Конечно. Он руководит. В лучшем случае он руководит. А нынче они уже давно передали эти функции менеджерам, собственникам. Получается, здесь только шахтеры и лесорубы являются, которые обчисляют… Трудящиеся классы населения. А там конкретно, вы уже смотрите, вот этот человек, он, значит, трудится или не трудится? Трудящийся он или не трудящийся? Это вопрос создания непосредственно. Или, скажем, есть же промежуточные формы, да? Скажем, скульптор. Тоже трудится. Как его римский сквольптор-то? Цирители. Нет. Римский. Микеланджело. 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 Значит, зубило, кувалда и… Отсекаем лишнее. Да, отсекает лишнее от мраморной глыбы. Трудится он или не трудится? Это, конечно, сложно. Это тяжелейший труд, да? Но мы-то в нем ценим не то, что он, значит, трудится, физически действует, да? А мы искусство, какую идею он нам вырубил. Мы идею ценим не понимаем, что он художник. И ценим его, потому что он художник. Хотя он затрачивает большие физические силы. И наоборот. Скажем, вот у меня товарищ оператор станков щипыл. Он сидит и курит или смотрит в потолок или на улицу. Ничего не делал. Останок автоматически работает. Он программирует. Да, да. Программа обеспечения. Он наблюдает. Но он рабочий, потому что он непосредственно следит за процессом. Оператор станковщиков регулирует этот процесс и получает материальный продукт. Преобразует металл одной формы в другую форму. Он работает, трудится. Но переходных форм очень много. Скажем, продавщицы советские. Колбасу 200 грамм отрежут тебе. Несколько раз она разрежет этот кусочек, чтобы отвесить тебе точно 250 грамм. Сейчас не режут. Бухнули. А, тут на 200 грамм больше. Ну ничего. Теперь она отрезала, завернула, подала тебе. Она выполняет работу грузчика. Хотя вроде ничего такого нет. Вроде она не рабочая. Ну, по-моему. Интеллигенция, да. Понимаете, трудом или чем? Значит, ну вот то же самое, да. Что непосредственно она преобразует природу, природные явления, вещи. Нет. Значит, нет. Но есть интеллигенция, которая помогает рабочему классу увеличивать производительность труда, сокращать рабочее время, облегчать какие-то операции, еще что-то, что-то, что-то. Лечит рабочего. Учит. Учит рабочего, еще что-то там рабочего. А она с народом. И, в общем, я думаю, народ ее воспринимает как свою, как народную. Скажем, можно пойти на услужение буржуям. Скажем, я бы пошел на услужение буржуя. Зарплата у меня была бы в четыре, в пять, а может и больше раз. И больше раз больше. Вот. Но, скажем, мне эта работа, она притила бы. Я буржуев не перевариваю. Чем они занимаются? Кто? Интеллигенция занимается коллекционным умственным трудом. Тоже хотели. Вопрос? Сергей Александрович. Александр Сергеевич, мы говорим «умственный труд» немножко здесь лукавит. Да, как бы и лукают, и сгущают краски. Речь у классиков шла не о стирании, а о грани между физическим и умственным трудом, потому что это невозможно. Труд – это предметом его является материя, материальный мир. Средством труда являются материя, материальные предметы. И результатом труда является преобразованная материя какая-то, материальный мир. А интеллигентного труда предметом является идея. Вот я, скажем, я обработал идеи, и с этими идеями я к вам пришел, и я вам объясняю, что такое идея, что такое коммунистическая идея, что такое понятие «народ». Почему-то я эти сам усвоил понятия и вам хочу передать. Я их не придумал, я их взял у Аристотеля, у Марцева, у Гегеля, еще там у кого-то. Теперь, орудием моего труда является тоже идеей. Я, значит, добыл их с помощью понятий, использую понятия. И в статьях я опять пишу о понятиях. Ну, это понятия истины у Ленина вот в этой последней статье на конференции весной. То есть результатом труда тоже является идея. Или у Микеланджело Бонаротти. Результатом является идея. Образ ночи. Или образ дня. Или образ Моисея. Или какой-то еще. Также и врача. Врач восстанавливает здоровье. То есть понятие человека. Человек – это здоровый человек по понятиям. Вот тут вот захворало. Что-то, значит, в моем организме нарушилось. Приходим мы к врачу. Он нам восстанавливает наше здоровье. То есть восстанавливает понятия. Понятия опять начинают работать. Я хочу уточнить. Вот скажем, такие рабочие профессии. Каменщики, кузницы – это тяжелый физический труд. Они трудятся целыми днями. Но сейчас они в основном работают на буржуев. Да. Так а на кого еще в буржуазном обществе работают? Больше не на кого. Только на буржуев в основном. Или на буржуев, или на человеков. На рабочих тоже. Они могут работать как частные предприниматели. То есть кто они? Народ или… Мелкая буржуев. А они кто? Буржуев. Каменщики. Мелкая буржуев. Если он на себя… Нет, если он свою контору организовал… А, вот он стал буржуевым, конечно. То есть он сам работает и сам… Да, ты буржуев. Да, это… Самозанятые. Самозанятые. Но я думаю, что таких немного. Кто бы взял делать бизнес на своей вот такой профессии тяжелой. Я, во всяком случае, таких не знаю. Много. Много даже. А как? Ну, а как работают? Ну, они нанимаются. Кому-то работают. Они нанимаются просто. Нанимаются, да. Индитуально нанимаются. Такие же нанятые. Ну, самозанятые теперь это определение. Ну, они… Сказали же это… Это… Это юридическое. Да. Просто он не оформляется нигде и вот так далее. А мы сами занимаемся теорией. Да. То есть работа… Как повезет. Да, это еще с него надо. Архитектор – это трудящийся? Архитектор? Тоже это. Это интеллигенция в чистой воды. Получается здесь по определению… Он же идею делает. Вся сфера услуг. Так, а есть еще это непроизводительный труд и производительный труд. Да. Да. Тоже вот хороший вопрос. Производитель или непроизводительный. Была большая… А она, собственно, не была. Она идет. Это дискуссия еще со времен Адама Смита. Так Макс же объяснил. Да. Макс объяснил. Вот приятно с грамотами. Значит, Макс объяснил, а Михаил Васильевич, которого вы знаете, да? С нашим, да еще товарищем Золотовым, профессором. Написали книгу специально «Философия труда». Где разъясняют эти вопросы? Философия производительства труда. Философия производительства труда. Вот. Она, наверное, на нашем сайте есть. Так что можно почитать. Я хотел сказать вот по этому вопросу, который только что поднимали. Что делать с интеллигенцией, куда ее относить? По этому поводу, скажу, я в этом обсуждении не помню, чьей ролик. То ли Бориса Юлина, то ли Михаила Васильевича. То, что пролетали, они же бывают не только физического труда, но и умственного. Поэтому, если человек садится за компьютер, на рабочем месте за чужой, если там, не знаю, к вопросу об архитекторах, как-то… Ну, как-то за компьютером не очень он пролетает. Как называется он тут? Как-то пролетает… Научное, латинское, как говорят… Значит, всякая деятельность, любая деятельность, она так или иначе опосредственно материи. Например, скажем, я человек интеллигентного труда, я писатель, но мне нужна ручка, материальный предмет, мне нужна бумага, материальный предмет. И, в конце концов, мои идеи, они имеют, значит, материальную форму, форму урожения, все равно. Но, всякая деятельность, я говорю, она так или иначе опосредованная. Но все равно это не труд. Идею нельзя отчуждить, отчуждение ей невозможно. Возможно, отчуждение материального средства. Наоборот, идея моя. Она ваша и останется. Вот я, Маркс, отчуждал свою идею диктатуры патриата, мы ее освоили. Я вот ее передаю вам. Теперь, у вас одна идея, у меня другая идея. Мы обменялись вами идеями. Теперь у вас две идеи, и у меня две идеи. Нет, правильно. Идея-то осталась все равно у вас. Или осталась ваша? Я ему отдал идею. Она у вас родилась, и она будет ваша всегда. А вот микрофон... Вы хотите сказать об авторстве, а не об идее. А идею я вам дал, все, у вас идея есть. Это понятие, которое сейчас придумала буржуазия. Вот это мне нравится, это правильно. Но все равно это авторство. Вы говорите об авторстве. Ваше авторство, никто на нее не сможет предъявить. А идея, что у меня, что у вас, она одна и та же здесь. Авторство, знаете, должно быть в значении прибыли опять. Нет, здесь, наверное, я не могу вам отчуждить. Понимаете, идею нельзя. Более того. Пока я свою идею вам не передал, она и моей не является. Потому что я вот думаю, что мне пришла хорошая идея. Выпить пиво. Пойдемте. Вот. Кто за то, чтобы пойти и выпить пиво? Они продолжают. Пойдемте. Всего мы вдвоем. Почему? Потому что это не идея никакая. Она не идея, а глупость. Я себе ее позволяю, я могу себе позволить, чтобы показать на примере, что не любой такой призыв является идеей. А идея – это сложная речь. И, с другой стороны, пока я ее не передал кому-нибудь, она не является моей идеей. Почему-то. Потому что она не подтверждена. Идея – это, может, моя фантазия. Мне кажется, что это идея – попить пиво. А вы понимаете, что это никакая не идея, а глупость. Она будет идеей, когда вы ее привите. Когда она станет и вашей идеей. Вот когда мы весной пойдем наконец-то и пьем пиво, вот тогда, может быть, она будет. Александр Сергеевич, вопрос. Вот, вот, вот. Задавайте вопрос. Он создал произведение искусства. Он говорит, об этом никому не говорил, но его идея о предлежащем произведении искусства, она не будет идей, пока он не поделился ей. Конечно. То есть только тогда, когда он себе показал… Да. Тогда мы признаем идеи. Это он думает, что у него идея. А на самом деле – глупость. Часто мы с вами переживаем время, когда глупости и мерзости показывают, отчуждают, на них ходят деньги, значит, платят большие деньги, эти зарабатывают деньги, показывают глупости и мразь всякую. И кормят наш этой жутью под видом, что они распространяют идеи. Александр Сергеевич, вот Вы определение Аристотеля процитировали, да, что политика – высшая, наука – высшее искусство. Но у нас раскрылось тут только по определению. Только про науку стало понятно. А с искусством – это как быть? Молодец, да, не потерял нить до конца. Да, действительно, мы больше говорили о понятийной, о научной стороне дела. А искусство – это деятельность, да? Искусственная деятельность, искусство использования понятий, в том числе таких тонких, стратегия и тактика. Кстати, вот стратегия и тактика – это вы найдете в учебниках. Это наука и искусство, скажем, военная стратегия и тактика. Да, это наука и искусство – побеждать врага. Почему? Потому что военная, что наука – это понятно, а искусство тоже вырабатывается, значит, отчасти изучением, отчасти практическими занятиями, тренировками, учениями, ну и талантом. Скажем, Михаил Васильевич Суворов – вот он известный такой гений военного искусства, или там Кутузов. Он вроде и не гений, вроде ничего не делает, человек все время отступает, да? Но, оказывается, эта идея, она для России, она гениальна. Почему? Потому что пространство и климатические условия, они работают на жителей. Они, правда, преувеличивают роль генерала Мороза, но он, конечно, свою роль отчасти тоже играет. И французы посидели-посидели в холодной Москве, сожгли мебель. Пока мебель была, было что жечь, было вроде неплохо. А потом рванули назад. Так что искусство – это мастерство применения идей, теории на деле, на практике. Вопрос. Не очень могу уловить разницу между трудом и работой. Рабочий и трудящийся. Это труд и работа, это одно и то же. А это труд и тоже, или все-таки… Мы как-то все-таки употребляем иногда в разных случаях по-разному. Да, спасибо вам за вопрос. Он относится к делу вот с какой стороны. Почти во всех языках есть два слова, выражающие вот это отношение. И у нас труд, и работа, и скажем, в английском – волк и ломов. Почему? В одном смысле речь идет о физическом процессе, и работа измеряется, да? В чем она измеряется? Килограмма в метр. Правильно я понимаю? В джоулех. Не понял? В джоулех. В джоулех. А мы говорим с вами всегда о труде в смысле экономического процесса, участия в экономическом процессе. Труд как трудовая деятельность в капиталистическом обществе, создающая стоимость. И стоимость есть накопленный труд. Труд не в смысле ловок, а в смысле именно вот этого общественного труда. Общественного труда в данной форме, в данной исторической форме. Поэтому да, вот здесь различие это есть, но его не надо тут преувеличивать. Лабор, труд вот в этом физическом, физиологическом смысле. Это мы оставляем за скобками, мы им не интересуемся. А мы интересуемся трудом как социально-экономической или по преимуществу экономической деятельности. Поэтому этот труд он физически может быть не тяжелым, как скажем у моего приятеля оператора станков ЧПУ, но быть все-таки физическим трудом. И может быть очень трудным, как у Микеланджело Банна Ротти или другого скульптора. Но это все-таки не физический труд в подлинном случае. Трудящийся и пролетарий – это одно и то же получается? Ну, где-то приблизительно одно и то же, если не иметь в виду, что к трудящимся в разной ситуации общественной конфигурации относят и собственников мелких, мелкая буржуазия. Ее тоже в некоторых ситуациях можно отнести к трудящимся. Но это надо именно смотреть ситуацию, борьбу, ситуацию борьбы. А пролетарий – это чисто, как говорили в Риме, кто не имеет никакой собственности, кроме жены и детей. Ну, сюда можно люпин пролетариат записать. Ну, люпин пролетариат – это вообще ни жены у него, ни детей, он живет подачками государства. И никаких даже перспектив нет на изменение своего положения. Это и у нас, сколько хотите, сейчас таких любят. Ну, у нас сейчас можно работать и того же самого добиться ничего. А если климат позволяет, можно не работать и добиться точно того же самого. Можно. Индивидуальные могут быть самые разные конфигурации. Индивидуальные. Но мы говорим не о отдельном человеке, а мы говорим о массовых явлениях, о классах, социальных группах. Классы неоднородные. Рабочий класс состоит из… можно выделить и выделяют социологи. Значит, квалифицированный рабочий класс, рабочий класс средней квалификации, рабочий класс неквалифицированный. Малоквалифицированный и неквалифицированный. Точно так же интеллигенция. Интеллигенция высокой квалификации, специалисты, высшей квалификации. Обычные специалисты, то есть люди с высшим образованием, занимавшиеся повседневными интеллигентными трудами. И есть сейчас интеллигенции, у которой нет какой-то особой квалификации. Но труд вполне интеллигентный, какое-нибудь обслуживание легкое, секретарша, лаборантки. Я уж не говорю о том, что возьмем мы эти слои, и в них еще можно выделить там разные группы, скажем, профессиональные, да, учителя, юристы, военные. Кто там еще? Да много всех. То есть, это мы только взяли крупные такие социальные категории, а их можно еще рассмотреть и подразделить на многие-многие составляющие. Ну, что еще? Ну, что еще? Можно уже заканчиваться. Ну, последний. Я все равно ничего не понял. Ну, хорошо. Труд, значит, интеллигенция все-таки работает, да? Нет. Сразу заберет. Камеру сделаешь, чтобы... А управленческий персонал работает? Тоже работает двумя локтями. А если капиталист занимается управленческим трудом, он работает? Ну, вот он работает в том же смысле, что и менеджер тогда. Да, как говорит... Вернее, не говорит, а... Значит, он тоже народ? Ну, а еще не говорит. Ну, у вас этот вопрос вот... Вот индивидуально от того какого-то человека так волнует. Если разговор идет о классах, о целых, об огромных группах людей, классах. Вы цепляетесь вот к такому микроскопическому... Не надо. Раз все это непонятно, надо ему объяснить. И мы все-таки отчасти, отчасти уже объяснили. Ну, потом нужно сказать самому... Трудящийся классик. Значит, поэтому... Вопрос такой такой, получается, смотрите. Правильнее капиталист, капиталист, который... Нет, правильно. Возрастает свой капитал, правильно? Возрастание капитала, в первую очередь, должны это работать. Что работать? Ну, тоже не быть рантье, скажем так, да? Да, вот именно работать. Правильно? Значит, дорогие товарищи, раз, вон тебе... Дорогие товарищи, раз и два. В частном случае. Пожалуйста, потрудитесь вот сделать в своем сознании такое развлечение между деятельностью и трудом. То есть, они ведут широкую деятельность. Березовский, ваш бизнесмен, или ваш там соц. У них большая деятельность. Они крутятся целыми днями, годами без отпусков в Японии работают. Они даже в бане работают. Не принято воздух ходить в Японию. Но это не труд в экономическом смысле слова. Труд в экономическом смысле слова — это... Преобразование материальной природы. На основе общественной определенной общественной формы и при помощи ее. Все другое, любая другая деятельность, она не труд в экономическом смысле. Она деятельность очень большая, тяжелая, уважаемая, хорошо оплачиваемая. Но она не труд в экономическом отношении. Вот и все. То есть это проста вещь. Тут понимать нечего. Понятие я вам высказал. Может быть вы с этим понятием не согласны. Тогда давайте поговорим. Тогда мы должны перейти на почву экономической теории. Скажем, к СМИТу вернуться. Почему СМИТ говорит, что всякая стоимость создается трудом? И что такое этот труд? Он вам и скажет, что труд – это кто руками работает. Давайте вам анекдот про ничего. Не надо. Анекдоты в коридоре. Про ничего. Сел, будет интересно. Хотел еще ремарку небольшую сказать насчет пролетариев инстанционного труда. В общем-то, эта фраза должна в контексте быть прочитана, потому что Макс обращался к студентам-социалистам, которые шли на демонстрацию. И он этим самым хотел подчеркнуть, что пролетарии, с которыми они идут на демонстрацию, ничем от них не отличаются практически. Да, да. У них будет немного более лучшее положение, но они также нечего терять, кроме своих работ. Да, то есть это скорее такая метафора пролетариев инстанционного труда. Говорит, ну ты пролетарий инстанционного труда. Метафора такой образ, не имеющий какого-то там теоретического большого основания, хотя вот использую. Подождите, значит, пролетариев инстанционного труда. Пришел я на работу, сел за чужой компьютер в чужом помещении, там, по-за чужим электричеством, пью чужую воду из кулера. Я чужден от того, что я произведу полностью. У меня нет на это никаких прав. Что я гайку выточу на станке, что я нарисую эту гайку на компьютере, нет никакой разницы. В принципе, я пролетарий инстанционного труда. Нет, это вы любите поговорить о себе. Я понимаю вас. Товарищи, и объявление небольшое по поводу следующего занятия. Это у нас семинар будет. Вопросы, скорее всего, будут выложены только в пятницу. В связи с организационными вопросами. В пятницу будут выложены вопросы. Хорошо. А когда же праздник? Крудовые будни. Празники для нас. Спасибо. 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 Спасибо.